всем привет любит магната чудовищ сейчас будем делать рукировку маток это был у меня подводочек я сюда забирал матку он она в клеточке и уже поймал но это у меня улей из которого я этот отводок сделал вот у меня основная семья матки тут нету собрали немножко акации и там сейчас свищевые маточники а тут у меня значит была плодная матка изловила ее клеточку сейчас мы будем делать такую штуку значит пока цвелокация матка тут работала тут сейчас куча печатного расплода есть есть открытый расплод то есть идеальные условия для того чтобы матка облеталась но тут она старая плодная и мы сейчас эту маточку забираем и относим ее родную семью и выпускаем они берут прям с руки сейчас увидите они не бьют прям с руки вот так взяли бросили никаких методов подсадки применять не надо потому что у них свищевые маточники они ждут матку они будут рады ее принять все маточники которые тут есть свищевые забираем которые плохие выбраковываем выламываем которые товар не применяем ну если нам надо отводки для отводка и самое главное берем один или два маточника можно несколько и даем в этот отводок за место этой матки вот можно давать несколько маточников потому что тут рой не выйдет тут не роевое состояние выходят свищевые матки эта матка в том улье соответственно тут выходят свищевые тут для них идеальные условия для того чтобы облетаться потому что вся пчелка молоденькая куча печатного расплода от этой матки и есть открытый расплод потому что матка работала в этом улье то есть тут свищу облетаться легко и как правило свищевые матки таких отводках облетаются без потерь и пока цвела акация та часть семьи у нас собирала мед тут матка работала дала нам дополнительный расплод здесь пока цвела акация печатный расплод вышел они залили медком медок в этом году нечего забирать вообще мы бы его выкачали тут освободились бы соты и тут матки раздоли засевать яйца то есть произвительность матки вот при таком методе ракировки повышается раза в полтора не меньше то есть если бы она сидела в этом улье расплода было бы гораздо меньше а может быть даже и рой был а так не роя расплоду больше и самое главное после вот этих ракировок семьи до конца сезона уже почти никогда не роятся бывает иногда но чаще всего уже не роятся то есть забыли про роение аж до конца сезона вот сейчас делаем рокировочку берем нашу чудо мать и несем в чудо улей нате это ваша мать забирайте и сейчас посмотрим как челки будут себя вести будут ее кусать не кусать сейчас я выломает сюда маточники свящевые заберу вот мне надо две руки а потом будем выпускать матку видите что они уберут без проблем мохнатые товарищи занимаются тем что они марку там пробуют облизывать но как видно не к ней агрессивно не относятся делаю я следующим образом чтобы точно знать что они примут вот так вот вожу в рамочку и сейчас буду прям на рамочку выпускать маточку и увидите как они будут я брать или не брать ним сразу скажу что как правило всегда берут и берут без проблем прям сумки давайте будем ее выпускать чтобы вы увидели что они ее берут без проблем вот она бегает сейчас мы опускаем ее на рамочку вот она побежала к пчелкам вот сразу мордочку ячейку засунула и видите пчелки сразу вокруг нее бегают пробует ее кормить кружочек ее взяли и все у нее хорошо никаких проблем с берут без проблем вот так вот ближе покажу вот семья была без матки работала на акации это их родная матка сделали мы рокировку отдали матку без всяких клеточек без всяких меда ничего на нее капать не надо вот так вот с руки взял с того улья вынем в этот улей бросил это я в клеточке взял потому что видео снимаю так можно просто рукой взять и с того улья забрать в этот тупо бросить и они видите ее берут то есть тут матка уже сто процентов принято никто ее не бьет не гоняет не кусает матка принято и вот когда делаете рокировку часто спрашивают бьют матку или нет как правило 99 процентов случаев матку не убивает все она уже принято через 10 минут она уже будет как угорелая носиться улью и откладывать яйца вот такая вот нехитрая операции так у нас тут маточка и теперь немножко порвем гнездо сушью сейчас можно уже его щенку ставить взятых смолин какой то есть можно ставить его щенку у меня в суши хватает я суши ставлю вот так вот чтобы у нее было место под засед чтобы она не искала и через пять дней обязательно надо проверить атотурий потому что при этом методе нельзя допустить того чтобы провтыкать свищевой маточник потому что если выскочить свищевая матка то она убьет нашу хорошую маточку плодную а нам это не надо поэтому сейчас свищевой маточники вырезали лишние но все равно лучше проконтролировать через пять дней через пять дней свищевые маточники если они еще остались мы протыкали какой-то там только начатый потому что всех печатными нашли то через пять дней будет хорошо видно сделали контроль посмотрели матка работает если где-то свищ образовался уничтожить в принципе они сами уничтожат уже не надо и на этом все ракировка закончена вот такой вот простейший метод очень простой но действенный сейчас пойдем как водочку теперь кто-то водочек откуда мы теперь матка получается забрали они без матки сейчас мы сюда маточник свищевой за место матки от виде расплода у них тьмищет молодой пчелой море расплоду море нету только матки расплод есть матка тут работала пока там мед собирали тут она яйца засевала вот расплоду тьма и сейчас мы сюда маточник свищевой от той семьи вот он раз заплодим вот так вот легонечко раз еще чем хороший этот метод что мы как знаем свищевые матки водятся хорошие только сильных семьях слабых нет поэтому там была хорошая сильная семья и там и вывелись вещей то есть там семья воспитательница была хорошая и взяток был пока они свища выращивали тоже плюс я была довольно сильная тоже плюс потому что в слабых семьях хорошие матки не рождаются и рокировка закончена туда маточку отдали сюда вот в это туле и тут и место для работы немерено она бы сейчас будет пахать как ненормальная вот акация у нас уже закончилась за медом летать не надо даст бахмалину еще возьмут сейчас тут будет расплоду немерено тут у нас получается матки больше делать нечего потому что пока цвела акация она тут все зафуговала яйцами а у нее больше нету пчел чтобы этот расплод воспитывать все недостаток пчел потому что отводок не сильный но вернее он нормальный но все равно это же не семья сильная вот она тут на полную мощность работать не может поэтому чтобы она на полную мощность работал на ее сильную семью ее родную а сюда свищу ручку раз и тут у них печатный расплод есть он выходит эти серии ситра мы заполняется пчелкой и молоденькая маточка облетается потому что тут немерено молодой человек для нее условия для облета идеальный вот и вся рокировка вот так каждый год делаю и мед есть и матки хорошие получаются такие дела так на сегодня такое видео кому понравилось лайком не просимовать потому что очень жаден и обязательно передаем привет моим охнательным чудовищам в комментариях не забываем